всем привет друзья добро пожаловать на канал закажу и покажу с вами как всегда александр и сегодня у нас будет обзор вот на такой вот роутер фирмы tende модем модель значит tende n630 покупался на алиэкспресс за 12 долларов брал я его где-то порядка двух месяцев назад сейчас немножко цена выросла по пользу за два месяца и забегая вперед скажу сразу что у меня сложилось очень хорошее положительное мнение про данный роутер ну и сейчас я в этом обзоре с вами поделюсь своими мыслями так скажем и соображениями соображениями по поводу данного роутера во первых очень нравится дизайн давайте как раз посмотрим внешний вид значит у нас выполнен роутер из такого глянцевого пластика на верхней лицевой панели написано tende здесь у нас подписаны индикаторы который у нас мигает во время эксплуатации такой пластик достаточно приятный сборка хорошая ничего не люфтит не скрипит пожалуйста кручу вот сбоку у нас справа и слева у нас идут такие вот такая вот перфорация для охлаждения сразу также скажу что данный роутер абсолютно не греется постоянно но он чуть-чуть тепленький чуть-чуть выше наверное комнатной температуры снизу также идет перфорация также для охлаждения роутер достаточно небольшой по габариту вот у меня вот пожалуйста ручка сейчас на столе лежит вот видите да то есть очень маленький на фотографиях кажется немножко побольше сзади у нас значит идет разъем под питание питание у нас идет 9 воль 600 миллиампер порт под кабель ван это кабель от вашего провайдера и 4 лан порта также есть кнопка резет и в WPC как бы написано WPS далее две антеночки которые вот в таких вот положениях удобно фиксируются то есть не болтаются так вот все фиксируется также крутится вот до такого положения и вот до такого то есть тут достаточно гибкие такие настройки в плане можно повернуть так как вам удобно из минусов по данному роутеру то что мне лично не понравилось нету снизу каких-то таких пластиковых ножек и роутер он немножко ездит по столу у меня он не на столе стоит он стоит под телевизором но все равно бывает все время съезжает куда-то также нет укреплений отверстий для крепления на стену было желание повесить его на стену но крепления нет хотя в принципе можно самому просверлить не хочется колхозить вот но в целом по внешнему виду мне роутер очень понравился продавец прислал блок питания у нас идет как я уже сказал до 9 вольт 600 миллиампер с нашей европейской вилкой вот что касается прошивки продавец обещает что якобы здесь у нас стоит русскоязычная прошивка да действительно это так роутер пришел с родной прошивкой на русском языке очень хороший был перевод но есть одно но конкретно с моим провайдером у меня росстелеком данные данная прошивка работать отказалась то есть не удавалось не настроить читал я много комментариев и у продавца в большинстве своем данная прошивка работоспособная у многих она работала но вот как раз возникали проблемы у тех у кого провайдер росстелеком ну и так еще у кого-то были проблемы с местными какими такими малоизвестными провайдерами локальные там какие-то может там на уровне области бывали проблемы приходилось перепрошивать также читал группу в ВК этой фирмы тенда и там также люди писали что вот нужно перепрошивать перепрошивать пришлось и мне так как сказал что у меня мой провайдер росстелеком с ним данная прошивочка не работала пришлось прошивать на модельку n300 прошивка есть на сайте производителя но не на глобальном русскоязычном там можно скачать прошивочку и все достаточно легко перепрошивается вот на опять же как говорится все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск далее давайте поговорим о скорости скорость меня провайдер выдает 100 мегабит то есть если через компьютер по кабель умеет 100 мегабит на прием 100 на отдачу данный роутер что предыдущий роутер у меня показывал все время такую цифру это данный роутер по кабелю также 100 мегабит на прием 100 мегабит на отдачу пинг минимальный вот то есть сбоев в работе абсолютно никаких за два месяца не было замечено то есть как я его настроил после покупки и перепрошивки так он у меня до сих пор работает я не захожу не включаю даже в смысле не захожу в настройки самого роутера через браузер абсолютно никак уже как вот настроил так и все больше не трогаю даже когда бывает были тут угрозы выключался свет то даже не приходилось заходить например на предыдущем роутере d-link было приходилось заходить в настройки роутер через браузер и включать вручную wi-fi то есть данный роутер после отключения света он просто перезагружается и все заново работает абсолютно автономный хороший роутер в этом плане мне он очень понравился что касается передачи данных по вай-фай собственно из-за этого его и брал у меня предыдущий роутер длинка фирмы d-link гир 630 и ужасно передавал вай-фай скорость была очень низкой заявленных 100 он в лучшем случае давал 14 у данного роутера дела обстоят гораздо лучше значит по мере походить походил по квартире и получить значит такие данные результаты непосредственно стоя у самого роутера буквально в одном метре опять же данные не точные как бы я мерил не каким-то приборами а просто через телефон через мобильное приложение спид тест так что тут такие результаты сами понимаете туда-сюда вот но через данное приложение мил на протяжении на последней недели и не только на одном телефоне на нескольких пробу и вы как говорится такой средний результат значит в одном метре от роутера скорость на приемы на дачу у нас идет 55 60 мегабит то есть на прием на дачу там примерно вот такие вот значения то есть допустим 55 60 бывает на прием и допустим там 61 и может быть или там 53 может быть на дачу то есть они как-то вот так вот варежутся но примерно средний у меня все время показатель был 55 60 значит через отходил на 1 метр ой на 3 метра от роутера и через одну бетонную экранированную стену живу в панельке стены бетонные экранированные то есть значит три метра одна стена скорость падала до 43 50 мегабит то есть также на прием и на дачу пинг также был минимальный далее через две стены и три метра также ну то есть расстояние тоже но уже через две стены было падение не такое значительное было значит 42 45 также средний показатель далее я уходил уже на расстоянии 4 метра и через три стены показатель был 36 41 мегабит в секунду ну и самое дальнее что я мерил это было расстояние 6 метров и 4 бетонные стены тут уже немножко хуже то есть падала до 10 до 16 мегабит но в целом меня это очень устраивает по квартире допустим если пользоваться мобильным интернетом через телефон пользоваться вай файл там через планшет то в квартире везде хороший уверенный прием то есть с этим роутер отлично справляется и этого более чем для квартир я считаю достаточно ну как я уже говорил роутер не греется нет никаких не лагов не перезагрузки единственная проблема что вот может с некоторыми провайдерами не может работать до прошивках из которую с которой приходит нам которая с роутером которую собственно перепрошивает сам продавец в россии данная моделька не продается это чисто китайская версия вот и собственно подавец ее перепрошивает и отправляет в россии таких моделей нету вот но роутер мне очень понравился я им очень доволен советую вам к покупке обязательно потому что вообще стоит сущие копейки до 12 но даже сейчас вот 15 долларов это очень хорошая цена для такого хорошего роутера не знаю как он покажет себя через год-полтора но вот на данном этапе то есть два месяца абсолютно идеальная работа никаких проблем что касается перепрошивки ну тут уже имейте ввиду да почитайте комментарии у продавца ну в основном пишут что проблема именно с ростелеком не знаю с чем это связано вот так же у роутера есть такая хорошая функция которых пока еще не тестил это допустим функция репитера то есть вы можете поставить его где-то в другой комнате и он у вас будет повторять сигнал вашего допустим код основного роутера вот ну и вроде все что хотел я вам рассказал продавец славу без коробки но комплектация была роутер и адаптер питания вот собственно ссылочка будет на продавца под видео обзорчик такой получился я особо не готовился как то так если понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал если не подписаны ждите новых видео всем спасибо друзья удачи пока пока